добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц по традиции каждый сезон я показываю свои успехи не успехи удачи неудачи я это делаю для того чтобы вы обратили внимание и может быть избежали моих ошибок видео будет не длинным потому что это еще не все это еще ожидаю что там дальше будет до момента высадки растений в открытый грунт и в кашпо а сейчас пока я хочу пожаловаться на мои неудачи и пожалуй начну вот с этого вот это горит гелиотроп это гелиотроп который рос прекрасно рос у меня на даче великолепно рядом с гортензиями просто шикарно смотрелся и я череночками забрала его домой у меня вот три таких кустика значит почему я считаю что не надо было это делать потому что честно говоря но очень тяжело с этими черенками если все остальные маточники росли там кто грустнее кто веселее но росли особых хлопот не доставляли то гелиотроп то в общем довольно таки проблемный он вот таким вот образом сохнут листья это неизбежно тут ничего не сделаешь то есть вот видите засыхает это не от нерегулярного полива или каких-то особо сухих условиях условий но вот он такой вот вот листья он отсушивает потом на небольшой даже не долив там какое-то пересушивание он реагирует просто истерическим образом то есть у него вешает все листья все все мягкие листья ничего нету жить не буду вот его приходится отпаивать причем это выглядит так вечером подходишь смотришь все влаги достаточно все хорошо стоит бодрый утром заходишь все он уже весь вялый и такой но так же бодро он и очухивается но надоело честно говоря сил то просто нету это уже черенки с черенков черенков то есть уже какие-то правнуки того черенка который я сохраняла ну что черенковать его приходится постоянно то есть вот эту верхушку снимать срезать опять укоренять и вот черенок пока стоит на укоренении он точно так же истерически себя ведет то ему жарко то ему не жарко то ему влажно то ему не влажно вот поэтому я думаю что наверное мне надо было семенами посеять вот для следующего сезона гелиотроп и все да он всходит плохо все это знают но посеяла бы побольше и кредиши не маялась бы с этим капризным растением вот дальше что я хочу сказать не взошла моя горячавка вот только по моей вине вот она вот она как бы нету тут никаких всходов ничего это та горячавка которую мы еще разыгрывали с вами на на очередном розыгрыше она была посеяна и убрана на стратификацию она стояла на стратификации на лоджии в холоде все хорошо все замечательно но я допустила одну очень большую ошибку когда я достала уже в марте вот в самом начале марта на то чтобы вот она взошла я увидела что всходы в общем то наверное были я какую допустила ошибку я поставила в то место где не просто прохладно а где попадал прямой солнечный свет я это прям вот не просчитала вот и соответственно в какой-то момент эти всходы они появились и начала начал сходить начал сходить горячавка потому что при солнце тепло температура светло все хорошо и тут же тут же видимо в этот же день когда начала сходить тут же ночным заморозком и уже и сгубила вот поэтому я не знаю напишите мне те кто выиграл семена горячавки получил как у вас дела кто ее вообще выращивает тоже напишите как у вас дела при ободрите меня потому что я хочу все-таки вырастить а вам вот на будущее мою ошибку не повторяйте если сертификации у вас происходит на лоджии на балконе ставьте так чтобы не попадали солнечные лучи просто ну как бы вот я сгубила ее своими руками дальше гортензии гортензии которые вот стоят тут сзади у меня есть отдельное видео по поводу гортензий по поводу того как я обнаружила они пошли в рост уже все началось быть замечательно но вот буквально в момент там за два дня им всем стало очень очень плохо они резко начали сохнуть почки листья и когда я пересаживала вернее освобождала горшок от одной из гортензии обнаружила целый клубок червяков и вот в этих двух я тоже обнаружила червяков при пересадке дождевых червей которые видимо спали вместе с этой гортензии но потом решили также проснуться и в общем от от голодухи съели все вот эти вот корни значит какой вывод я делаю одну поскольку я видела вот примерно такой же сюжет у анны перматовой и мне в комментариях девочки под видео где я про гортензию рассказываю писали что у них тоже погибали растения именно дождевых червей я вывод сделала такой пересаживать те маточники которые мы оставляем на зимовку их пересаживать нужно в январе пока эти черви еще не проснулись но вот смотрите у меня появляется надежда вот видите ее же говорить не буду вот там он еще бутонище в общем может быть мне пол у меня получится спасти но тоже не повторяйте моих ошибок то есть пораньше пока еще червяки не больно то активизировались гортензию которую храните дома или в прохладном помещении в другом пересадите посмотрите нету ли там этих вредителей значит что я еще хочу сказать про этот сезон нападал клещ нападал клещ пару раз на мои растения в том числе и на гортензию бальзамины конечно же очень любит бальзамин и клещ вот ну я его победила естественно ошибкой считаю то что я начала профилактику с таких достаточно слабеньких сейчас покажу бальзамин с таких достаточно слабеньких средств а надо было сразу же проводить профессиональными сильными и вот раз в месяц нужно обязательно зимой обрабатывать вот они теперь здоровая бодрая как бы все хорошо но вот это нужно обязательно учесть ну еще один интересный момент у меня не взошел импатиенс импатиенс которые я снимала от биотехники который в прошлом году прекрасно цвел роз и вообще был весь шикарен я не раздумывая его купила в этом году чтобы посеять его посеял он вообще ни один не зашел в прошлом году была стопроцентная схожесть в этом году ни одного никого вообще нету и причем мы с девочками выяснили что вот этот вот импатиенс который не всходит мы все покупали в одном и том же магазине я даже не буду его называть не важно просто когда покупаете импатиенс от биотехники смотрите на дату изготовления фасовки там то есть вот это вот все следите потому что если в магазине видать он остается на второй год в условиях магазина очень-очень сухо и соответственно импатиенс сходы вам не даст вот ну что я вам хочу сказать значит я в комментариях жду от вас всяческих дополнений с чем столкнулись вы в этом сезоне вот я вам всем желаю хорошего сезона и пышного цветения подписывайтесь на наш канал потому что только тут вы узнаете новое интересное событие из жизни цветовода в сибири я максимально вас научу тому что умею сама с вами была анжелика пока пока